Хе-хей! Здравствуйте, глупо, уважаемые любители ледных видов спорта! Новая съемочка с нового телефона. Проверяем, как на канале будет смотреться видео с айфона 15-го. Не то, что я там прям фанат-фанат, но удобно телефоном снимать. По-моему, с 12-го я начал снимать на айфон периодически ролики. И качество мне нравится. Хорошая стабилизация изображения. Ну, такой средний звук. В конце концов, как это? Выстрелил и забыл. Вот мы сегодня забыли камеры. Видео обещает быть захватывающим. Почему? Потому что мы просыпались под облака. В принципе, мы завершаем наш полет. У нас план пробиться домой и зайти на посадку. Но для этого нужно опуститься под облачность. Видите, у нас домой преграждает путь облака. А для горизонта на ДК-500 у меня, к сожалению, нет. Можно было бы, конечно, на этом приборе иметь его горизонт. Но вот, когда нет его горизонта, что делать? Только радоваться, что его нет. Мы не полезем в облака. Мы бы и так не полезли, но, по крайней мере, шли более рискованно. Что меня ждет при опускании под облака? Ну, мягко говоря, мясорубочка. Потому что... А я вам сейчас покажу. Кстати, вот красиво на солнышке сверкает. Влаги сдувает с... Вот, смотрите, раз. Вытягивает. То есть неплохо держит, стабилизирует ображение. Вот с учетом того, что меня тут что-то по планеру раком ставят, стабилизация прекрасная. Ой, ай! Ай! А почему раком ставят? Да потому что... Ротор. Что такое ротор? Мы когда-нибудь камни в речке видели. Ну, вот, представьте, что вот эта речка. Вот сейчас флаг на горе хорошо видно. Оттуда дует ветер слева. Вот считайте, что это течение. И вот все вот эти вот верхушки создают мощнейшие завихрения, буруны. И вот сейчас атмосфера представляет собой борющие таких вихрей, в которых на нашем плане трясутся лапы. В смысле крылья. Мой один из... Ну, что я сейчас буду делать? Я не пойду через облака, я выпущу воздушные тормоза. Сейчас у меня скорость 150. Вот голубая ручка. Можете всегда спросить, какого цвета стоп-кран на самолете? Ну, вот, голубого. Вот этот вот стоп-кран, воздушные стороны тормоза. Мы опускаемся вниз и будем заходить под облачность. И вот под облачность мы отгребем сейчас по полной программе. Так что ролик в стиле хоррор. Мы страшно. Нам страшно, но мы терпим. Пик-де-Бюр на ваших экранах скрыт облачностью. Скорость ветра сегодня была 70 километров в час. В принципе, мне достаточно высоты. Закрываю воздушные тормоза. Высота 2,600. Я до аэродрома дотягиваю. Но вот тут-то как раз нехороший момент именно в том, что дотягиваю, а не долетаю с запасом. Потому что сейчас мы от пик-де-Бюра отгребем мощную турбулентность и еще отгребем низкотники. Сейчас у нас снижение 3 метра в секунду. Это неплохо. Но мы еще не дошли до самого страшного. А самое страшное где-то тут впереди. Здесь еще про... Блин. Да, жопа. Видите? Я перебросил ручку в правую руку, потому что левая пилотирует чуть все-таки хуже. Неодинаково. А проблема в том, что скорость высокая и очень высокий уровень турбулентности. То есть реально трясет. Перевожу на крылок. Посмотрите, что такое трясет. Видите? Мама-то, дорогая. Так. Мы будем смещаться быстро от пик-де-Бюра. Эть. Отойдем от... Эть. Гух. Вы скажете, а бывает траектория более хорошая? То есть, Волков, может ты специально в жопу залез? Нет, друзья. Я в жопу специально... Специально не залез, потому что... Зачем она мне? Проблема в том, что до этого мы взяли хорошо волну около дома и вышли над облаками. И погода поменялась. Сейчас пошли ливневые осадки. Вот вы сейчас их видите на голубом экранах. Они даже, в принципе, на аэродроме у нас есть. Мы сейчас еще при ливневых осадках садиться будем. К этому надо всегда быть готовым, потому что погода изменится. Я, в принципе, по прогнозу это видел. И, конечно, Эть предвидел. До этого на небе было спокойно, легко, красиво. Мой Капайлот не даст соврать. Капайлот хрюк тишину и фрацию. Как ты себя чувствуешь там? Страшно? Страшно, но очень интересно. Да, интересно, страшно. Так, ну что, вот мы сейчас, вот видите, вот эта гора. С нее как раз 70 км в час дует. Именно поэтому нас вот так вот фигачат. Чтобы вы не волновались, я дохожу до аэродрома. Высота 2 300, по ветру иду. Но впереди какое-то количество осадков. Я буду концентрироваться, конечно, сейчас скоро на посадке. Пока что я могу сказать. Вот красивые елочки. Видите, как красиво заснежено. То есть это зона, где вчера, у нас позавчера, вчера шли сильные осадки. Прям даже подключалось свой день рождения. 50 лет. И барбекю пришлось готовить под этим дождем проливным. И вот эта зона, где еще снег. Хорошо, что наверху навалилось снега, потому что приехали наши друзья, от отчаяния соседи. И эти будут кататься на лыжах. Так, обхожу зону. Обхожу зону ливневого снега. Это не туман и не облако, это именно снег. Почему он именно здесь? Потому что... Да что ж так качает-то? Потому что снисходящий поток и воздух, обычно он конденсируется в пар, в облака. Но когда этот процесс идет более динамично, происходит конденсация сразу же в осадке. То есть, ну или в дождь, или в данном случае в снег. На этом снегу очень хорошо проецируется... Как это отражение в этом снегу делает радугу. Я сейчас ее не буду показывать, друзья, радугу. Не то, что я там боюсь запрещенных символов. Так, все-таки не хочу подставляться ветру боком. Вот сейчас я по такой спокойной линии. Я тут все мели знаю, видите, линия, на которой нас наконец-то перестало трясти. И процесс стал спокойный. Я пилотирую опять одной лапой левой в данном случае. Ветер стих до 45 км в час. А где у нас ветер показывает? Да вот, видите, в левом углу. 330 градусов, 45 км в час. Да, мы взлетали, было чисто, не было вот этих осадков. А вы видите, сейчас вся долина вот в этих ливневых очагах. Так, скорость хорошо. Город Вейн, в котором мы покупаем продукты в супермаркете. Железнодорожная станция, откуда можно сесть на поезд ночной в Париж. Ну и так далее. Хороший городочек, вполне себе уютный. И вот по этой дорожке мы ездим в горнолыжный парк. Вот крыло показывает. Бам! Вот туда поднимаешься. И с той стороны пик-дебюра можно кататься на лыжах. 32 км от дома. Ну, минут 40 ехать. К стыду своему, вот уже 10 февраля, а я еще не был в горнолыжном парке. Ну, кроме как на планили. Вот, представляете, живешь рядом с горной лыжей, живет. Некоторые ездят за сотни и тысячи километров на лыжах кататься. А мы как собака на сене. Ну что, а я вам сейчас покажусь. Не догоняю ли я ужаса? Да не нагоняю. Ну, чуть-чуть догоняю, конечно. Но когда так трясет, почему бы не догнать ужаса? Потому что действительно полет непростой. Самое страшное, что может быть, когда начинают сконцентрироваться вот эти факторы. Тряска, болтанка, незматка высоты и так далее. Тут главное, чтобы пилот не выходил за пределы своих возможностей. Потому что потом начинается паника. А на панике легко превысить банально скорость планера. И тогда его разложат флаттером. А я вам сейчас покажу. Смотрите, видите, у нас указатель скорости. Если я полезу вот в эту зону, в красную, то вот эти вот изменения движения воздуха могут создать такую подъемную силу, которая отломает там крылья. А второй момент, что планер может начать крыльями вот так качать. Тук-тык-тык-тык-тык-тык. И, соответственно, флаттер почему возникает? Из-за высокой энергии, так сказать, запасенной в добегающем воздухе. То есть крыло может начать колебания. Эти колебания могут быть самоподдерживающимися. Обычно они затухают, начинают качаться. Но если скорость уходит после желтого сектора, вот туда, выше, то энергии в добегающем потоке становится настолько много, что планер спокойно может начать махать крыльями, потом они чпок отвалятся и полетят вниз. Ну а мы, соответственно, тоже на остатках фюзеляжа. Для того, чтобы спастись в такой ситуации, вот видите, мы сидим в парашюте и вполне способны, так сказать, ой, как нехорошо все, а? Ой, продумать. Дождь идет на аэродроме. Слушай, дружи, но там может быть только хуже. То есть по обстакановке придется нам с тобой промокнуть и потолкать планер. Как ты на это смотришь? Хорошо, тогда я сбрасываю скорость. Вот как шасси выпускается на этом планере. Это вот так, чпунь. Как тормоза выпускаются? Это вот так, чпунь. Так, шасси выпущены, тормоза выпущены. Все, заходим. Ой, как я не люблю такие заходы. Обледенения нет? Нет, нормально. Но мы по облакам не шлялись, поэтому... Сейчас как раз... Сейчас схватить обледенение уже нереально. Мы ниже зоны минусовой температуры. Единственная проблема, что у нас крылья холодные. Мы были на 5000-х недавно. И вот может подмерзнуть только за счет этого. Ну, будем надеяться, что все уже... Не, не подмерзает. Дождь визу на до крылья подмерзать не подмерзает. Держи телефон. Сажу к аэродрому, сейчас проверю ветер. Проверим, что нет никого на полосе. Сейчас еще нарваться на кончик коллегу, который тоже заходит. Мы тут одни, конечно, но... Так, закрыл, переставляю. Видишь? Все, закрыл, переставил. Полоса чистая, все в порядке. Заходим. О, радуга, снимай справа. Посмотрите, какая красота. Вот это вот заход сквозь радугу. Вот это чума. Вот, оказывается, где у меня клад зарыт. Церлова Гитангу Роглэгалминь, Клягинг Норд. Погнали. Вот и дождь кончился. Радугу хоть заснял? А? Да, рад. Получилась радуга? Да, да. Молодец. Есть толк. Так, ну что, комментируем посадку. Скоро я держу 150, чтобы мне было страшно. И мы сейчас с Каусом изучаем заход через угол аэродрома, потому что скоро аэродром застоит солнечными панелями. И у нас будет заход только вот такой, через вот этот вот уголочек. Мы проверяем, как тут с турбулентностью. И вообще, вот это дерево надо будет спилить. Ну, нормально, неплохо. Сейчас чуть-чуть я... Оп. Вот будущая полоса будет вот примерно здесь. И... Так, и вот где-то здесь будут солнечные панели. Ну, конечно, будет тяжело. Придется заходить чуть-чуть по-другому. Не уверен я, что смогу остановиться до панелей. Придется заходить на меньшей скорости, это будет менее безопасно. Но тоже возможно. Давай на эту балалайку. Ну что ж, глубоковажаемый любитель ледных видов спорта. Видите, как мы прекрасно зашли на посадку. Еще остался кусочек радуги, запрещенный в некоторых странах. Вот, как бы напишите, как к этому относитесь, к этому маразму, что люди не различают радугу в обычную семицветную и неправильную шестицветную. И запрещают на всякий случай все. Вот мы покажем радугу, мы не придерживаемся странных ориентаций, а просто считаем, что физика – это главное. И уж то, что физику запрещать нельзя. Даже в сложное время. До новых встреч, глубоковажаемый любитель ледных видов спорта. Летайте аккуратно. Ну и главное, что вот видите, все хорошо. Приземлился, притащил за собой солнышко. А до этого был дождь. За позитив. Эгегей.